Друзья, если вы добираетесь до аэропорта в метро, это синяя ветка, вот такие значки ищите, вот значок аэропорта видите, вот такой, идите по нему, садитесь, вас довезут до станции Докис Плакенфинес, по-моему он называется, здесь поезд, ну метро остановится, вы выйдете и потом будете ждать своего поезда, который вас уже повезет в аэропорт. Так что не пугайтесь, он доехал до этой станции, сказал, что это конечная, высадил всех и уехал, и ну до аэропорта мы не добрались, поэтому вы не пугайтесь, это так и должно быть, вы выходите, садитесь, ждете, приходит следующий поезд, садитесь в него и едете до аэропорта уже. Вот до сюда он нас довез. Вот, я так понимаю, вот это вот. В аэропорт каждые 30 минут отсюда входит, видите, он там на табло, написано, что у нас через 12 минут приедем. Так что планируйте так, чтобы вы успели, потому что если вы приедете, например, и только ваш поезд ушел, то вы будете 30 минут ждать. Друзья, вот мы добрались с вами уже до аэропорта, сейчас мы находимся в зале, где можно купить билеты, еще раз вам его покажу, чтобы вы знали. Вот смотрите, это вам необходимо добраться будет до самого первого или второго выхода в аэропорту, пройти по вот такому переходу, и вы попадаете в зал, где продаются билеты. Становитесь в кассу, покупаете билет, какой вам нужен. И в зависимости, куда вам надо, вы едете или на поезд садитесь, или на метро, и добираетесь до места. Здесь вроде бы даже есть мидл где-то рядом. И вот он, наш аэропорт. Здесь все как обычно, второй этаж это этаж вылета, первый этаж, этаж пролетов. Если вы будете прилетать, то вам надо будет подняться сюда, наверх, и вот сюда вам надо будет переход. И вот мы попадаем в первый. И вот он, наш терминал, по которому мы переходили, чтобы попасть на станцию метро. Тут прямо на улице есть экраны. Вот смотрите, наш вылет 2055, 103, и вот указано, что стрелочка направо, наша касса 2-7. И вот мы попали в аэропорт. Аэропорт большой, но здесь сложно запутаться. Если вы что-то не будете знать, понимать, ищите буквочку И, справочно-информационное табло, или справочно-информационную службу, она вот там вот дальше находится левее. И обращайтесь туда, вам все подскажут. У нас вот там вот кассы, 2-7, видите, 25-24, мы идем туда на посадку. Вот это все. Здесь понятно, что посадка не одного борта идет, а нескольких. Здесь же рядом. Water closet, туалет. Ну что, встанем, сдадим багаж, а после этого уже побегаем по аэропорту, поснимаем. Сбегаем болт-клет, если он здесь есть, и посмотрим, что здесь еще есть интересного. Веселая ситуация получилась. Стоял очередь полчаса, не в своих вратах, не в своем терминале, и пришлось подойти к представителям Элинея, расспросить, где будет посадка. Здесь на терминале, вот на экранах вроде бы указано было, что с 1-го по 7-й, но на самом деле там посадка на Париж идет. О, давайте посмотрим еще раз. 20-55. Да, 16-18, уже исправили, а до этого было первое-седьмое, я отстоял в пустую время. Вот здесь у нас будет сдача багажа и получение билетов, 16-18. А я стоял вот там вот, с французами на Париж и на Амстердам. Регистрация на рейс начинается за 2 часа, как правило, сейчас еще 17 минут осталось ждать, так что имейте в виду, что если вы будете раньше, за 3 часа вас никто багаж не примет и билета вам не выдаст. Ну что, все, нам выдали билет. 20-25 посадка, B-13 у нас Гейтс, место 1СФ возле окна. Все, пойдемте посмотрим аэропорт теперь. Если вы что-то не знаете, подойдите ли представители вашей авиакомпании, вы знаете, значит, на каком рейсе вы летите, то есть в данном случае это у меня Элинеяр, я подошел, все узнал. Если же не знаете, где авиакомпания ваша, подойдите в справочное информационное бюро, вам подскажут. Здесь сразу же хочу сказать, аэропорт большой, очень много касс, где можно сдавать багаж, поэтому внимательно смотрите, чтобы вы не стояли ни в своей очереди, и потом в АПХ не бежали в другую очередь, чтобы сесть на регистрацию пройти. Здесь не так много мест для сидений, ну вот давайте покажу, для такого большого аэропорта. Вот здесь вот есть зона, там где можно посидеть, зона отдыха, вон там вот тоже, на улице. И, ну я думаю, там еще впереди немножко, но поэтому имейте в виду, что вот если аэропорт будет заполнен, то сесть у вас не получится. Многие, я тут видел, просто на полу лежат, на своих чемоданах или просто на куртках. Упаковка багажа, я думаю, она стоит тоже 6 евро, как и в салониках, в салониках. Ну вот, с 6 до 10 евро. И тут еще у них есть, если велосипед или 15 евро и так далее. Можно покушать, есть место. Тут вот магазин Victoria's Secret. Здесь вот мы будем проходить паспортный контроль, чтобы мы попали в аэропорт проверить билеты. Здесь есть зона с розетками, где можно посмотреть Samsung LED телевизор и подзарядиться и поговорить. Wi-Fi, я говорил, что здесь есть, нужно пройти регистрацию небольшую и все. Там все очень просто. Соглашаетесь с условиями, Google аккаунт свой активируете или Facebook. И вы в интернете. Смотрите, вот гейт А30А43. У нас гейт B13. Ну, будем искать, где посадка на B13. Ага, вон там, вот видите, B1, B31. Ну, смотрите, здесь вот есть магазины. Это не Duty Free еще. Starbucks. Птицу можно покушать. Большой аэропорт, много здесь кафе. Вот, смотрите, наш гейт, куда нам надо будет подниматься, судя по всему, B. Вот, идем по стрелкам. А, вот здесь у нас будет. Вы просто прикладываете билет, и вас пропускает дальше. Ну, давайте еще пройдемся. Здесь еще у нас касса, 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 еще раз касса. Здесь еще есть второй этаж. Музим. Макдональдс там есть. Вот, пожалуйста. Прямо Макдональдс. В аэропорту. Поднялся на третий этаж. Здесь выставка какая-то проходит. Не удивлюсь, что здесь на месте аэропорта что-то было, и они тут что-то нашли. была какая-то деревня. Даже в аэропорту музей. Вот вам, пожалуйста, Афины. Слишком много и долго здесь было всего, поэтому на каждом шагу можно копать проводить орфологические раскопки и находить какие-то клад нашли. Ну, вот и весь музей. На третьем этаже есть игровая комната детская. С 18 месяцев до 7 лет она. И, скорее всего, она даже, возможно, бесплатна. Здесь же у нас Макдональдс. 24 часа открыт. Туалеты. Макдональдс кофе. А там классический. Места здесь много, поэтому все, кто захочет, здесь найдут, где посидеть. Кофейня и ресторан еще один. Такая регистрация у нас внутренний перелет, поэтому у нас не будет паспортного контроля. Нас просто проверят. Багаж наш. И мы попадем в зону Дьюти-При и там уже будем искать свои врата. Прошли. И теперь мы попадаем в зону Дьюти-При. И здесь уже совершаем наши покупки. Ну, конечно же, вот у нас есть распродажи. Подходим, смотрим, что есть интересного. И покупаем. Вот уж сейчас на акции. Вылез 21, 26 Мазератси. Пользуйтесь Мозарт. Оливкое масло 41 евро начинается за 5 литров и выше. Маслиные оливки по 4, 3 евро. Дьюти-При большой. Есть и сладости, и спиртное, и очки, и косметика, и часы. Все, что вам угодно. Сумки. Украшения. Виктория Секрет опять. Секрет. Секрет. Юго-Босс. Сумки еще. Империя Армании. Б-11, Б-15. Это нам прямо. У нас 13-й. Ну, и видите, стрелки, указатели, куда идти. Надо опускаться, направо, прямо, вниз. Здесь тоже можно покушать. 3 евро, салаты, йогурты. Берете сами, подходите, рассчитываете. Ну, и видите, у нас B-12 еще дальше. Вот появится B-12, а следующий уже B-13. Если вы курите, есть комната для курения. Вот. Идете и курите здесь вместе с курящими другими людьми. И дышите никотином вместе. И вот наш B-13 терминал. Ждем здесь. Здесь еще один дьюти-фрин. И дальше еще один зал. B-14, B-15. Друзья, ну, я надеюсь, я вам все показал в аэропорту Афин. И теперь вы не потеряетесь, если сможете ориентироваться, здесь, как дома. Друзья, если вам был полезен данный материал, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Расскажите про него своим друзьям, знакомым. Попросите их подписаться. Я вам буду за это очень признателен. Это мне поможет снимать еще больше качественных видеоматериалов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok